Майков Аполлон Николаевич В семье также родились сыновья Валериан, Владимир, Николай и Леонид Раннее детство провел в Москве в имении отца в Никольском и далеко от Троицкой Сергиевой Лавры А также в имении бабушки в Подмосковье в деревне Чепчиха В 1834 году семья Майковых переехала в Петербург Начальным образованием Аполлона и Валериана Майковых занимались Солоницын Это помощник правителя, правитель канцелярия департамента внешней торговли Министерства финансов Близкий друг семьи Майковых Учитель Аполлона и Валериана Майковых Со-редактор Сенковского Под руководством Солоницына Аполлон Майков прошел 7-летний гимназический курс за 3 года И в 1837 году поступил в Петербургский университетно-юридический факультет Вовлекался живописью, но потом посвятил свою жизнь поэзии Получив за первую клубовую пособие от Николая I в размере 1000 рублей на путешествие в Италию Уехал за границу в 1842 году Увидел Италию, Францию, Саксонию, Австрийскую империю Написал кандидатскую диссертацию по возвращению в древнеславянском праве Поступил на службу в Министерство финансов Затем стал помощником библиотекаря в Румянцевском музее Поэтический полный жизни и определенности язык Так прокомментировал книгу молодого поэта Виссарион Белинский Восхищаясь произведениями Майкова, критик писал У самого Пушкина это стихотворение, стихотворение Сон Было бы из лучших его антологических пьес Майков дружил с Виссарионом Белинским, Николаем Некрасовым Иваном Тургеневым, с Федором Достоевским и Алексеем Прещевым В 1867 году был произведен в действительные статские советники В дальнейшем являлся исправляющим должность председателя Центрального комитета иностранной цензуры С 1874 года и до конца жизни являлся членом особого отдела Ученого комитета Министерства народного просвещения По рассмотрению книг, издаваемых для народного чтения С 1888 года состоял в чине тайного советника Являлся сотрудником издававшегося в Санкт-Петербурге ежемесячного журнала «Новое слово» и еженедельной театральной газеты Почетным членом постоянной комиссии по устройству народных чтений в Санкт-Петербурге и его окрестностях Ну а в 1897 году, 27 февраля, вышел на улицу слишком легко одетым, заболел воспалением легких Умер через месяц, 20 марта 1897 года Похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря Говоря о творчестве, надо сказать, что в 1860-е годы творчество Майкова подверглось резкой критике со стороны революционных демократов В лирике Майкова часто встречаются образы русской деревни, природы, русской истории Отражена любовь к античному миру, который он изучал большую часть своей жизни Созданные в 1854-1858 годах стихотворения Майкова о русской природе Стали хрестоматийными Это весна, летний дождь, сенокост, ласточка, ну и так далее Многие стихотворения Майкова были положены на музыку римского, корского и чайков В течение четырех лет переводил в поэтической форме слово о полку Игореве Перевод окончен в 1870 году Занимался переводами народного поэтического творчества Белоруссии, Греции, Сербии, Испании и других стран Перевел несколько глав апокалипсиса Ну а теперь я хотел бы прочитать вам немножко стихотворений Аполлона Майкова Первое стихотворение называется «Христос воскрес» Повсюду благовест гудит, из сект церквей народ валит Заря глядит уже с небес, Христос воскрес, Христос воскрес С полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков, и зеленее ближний лес Христос воскрес, Христос воскрес, вот просыпается земля И одевается поля, весна идет полна чудес Христос воскрес, Христос воскрес Следующий стихотворение называется «Она еще едва умеет лепетать» Она еще едва умеет лепетать, Чуть бегать начала Но в маленькой плутовке Кокетство женского уже видно уловки Зовуль ее к себе, хочу ли целовать И трачу весь запас ласкающих названий Она откинется, смеясь на шею няни Старушку обовьет руками горячо И обе щеки ей целуют без пощады Лукаво на меня глядит через плечо И тишится в моей ревнивой досадой Красивых стихотворений Роза Вся в розах на груди, на легком платье белом На черных волосах, обвитых жемчугами Она покоилась назад движением смелым Откинув голову с открытыми устами Съела чудное лицо живым румянцем Остановился бал и музыка молчала И соблазительным ошеломленным танцем И на другом конце блистательного зала С красавицей вдруг очами постречался И как и отчего не зная мне в мгновение Соренто голубой залив нарисовался Пестумский красный храм в туманном отдалении И вилла, сад и пир времен гарцианских И по заливу вдруг на золотой галерии Плывет среди толпы невольниц африканских Вся в розах Лидия, подобная Венере И что ж, обманутый блистательной мечтою Почти с признанием очнулся ряд грезы У ног красавицы, ах, вы всему виной У розы Пестума классический роз Следующее словарение называется Пусть и говорят поэзия мечта Горячки сердца бред ничтожный Что мир есть мир пустой и сложный И бледный вымысл красота Пусть нет для мореходцев дальних Сирен опасных нет дриад В лесах густых, в ручьях кристальных Золотовласых нет наяд Пусть Зевс из длани не низводит Разящий молнии поток И на ночь гелиус не сходит К фетиде в пурпурный чертог Пусть так, но в полдень Листьев шепот Так полон тайны Шум ручья Так сладозвучен Море ропот Глубокомыслен солнце дня С такой любовью приемлет Пучино моря лунный лик Так сокровен, что сердце внемлет Во всем таинственный язык И ты невольно с семь явлением Даруешь жизни красоты И этим милым заблуждением И веришь, и не веришь ты Красивое створение Ты веришь ей, поэт Так называется следующее створение Ты веришь ей, поэт Ты думаешь, твой гений Парящий к нему дух И прелесть песнопений Всего дороже ей Всего в тебе святей Безумец, по себе ты судишь И Орфей Была и у него младенческая вера Что всюду след ему идущая пантера Волшебной лирою навек укращена Но на колючий терн Он наступил питою И кровь его следи почувствовала Она сдрогнула И, взрычав, ударилась стрелою Лизать живую кровь Проснулся мигом зверь И та нечудный дар твой нужен ей Повеет Ей сердце твоего горячей крови надо Чтоб небо из него В терзаниях изгнать Чтоб лиру у него отнять и разломать И тешаться над ним Как пьяная минада Надо яростью богов В лицо им хохотать Ну вот, пожалуй, и последнее хитворение Которое я прочитываю Оно называется Я б тебя поцеловала Я б тебя поцеловала Да боюсь увидит месяц Ясной звездочкой увидит С неба звездочка скатится И расскажет синюю морю Сине море скажет веслам Весла я не рыболову А у я не люба мара Когда узнает мара Все узнают в околотке Как тебя я ночью лунный Благовонный сад пускала Как ласкала, целовала Как серебряная яблонь Нас цветами осыпала Ну вот, примерно так Немножко, конечно О интересном человеке Аполлон Николаевичем Майкове Русском поэте Члене-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук Тайном советнике Ну и немного Стихотворений Которые я прочел Пока-пока До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok